Привет всем, я свяжу в аэропорту Внуково, пью уже кофе. Что-то мне тут не понравилось. С утра что-то, конечно, очень рано у меня рейс. Но что-то с утра здесь только нигде кофе нельзя выпить. Я только нашла кружка картошка. И это, написано было, гренки. Я говорю, и больше ничего позавтракать нету. Он говорит, ну мне кофе капутино и гренки. Мне принесли обычный хлеб нарезанный. Я уж не стала это за 49 рублей. Я уж не стала это возмущать, ладно. Хотя бы поджарили его что ли, ладно. Я уж согласна. Там что-то насыпано было чем-то. Я говорю, не без чеснока. Там что-то с чесноком. Ну хоть, немножко-то через тостер там можно было что-то сделать. У нас у меня еще регистрация. Долго. Я что-то заранее приехала, пробок побоялась. Сижу пью кофе. В общем, в этом аэропорту я второй раз. Один раз, по-моему, встречала дочь. Как будто она прилетала, я не помню. А сейчас вот первый раз отсюда улетаю. В общем, мне он не понравился. Сесть тут негде. Wi-Fi, кстати, не работает. Совершенно этот, общий, который... Ну, в общем, ладно. Или это я просто утром еще не проснулась. Будем наслаждаться все равно поездкой. В общем, вот такой аэропорт. Это аэропорт Нукова, значит. Кто не видел мое видео, я говорила, что я лечу в Израиле, в Тель-Авив. В неделю отдыхать. Вот хочу показать аэропорт. Теоретически, как бы, мне не очень он понравился. Ну, что такой современный? В принципе, конечно, похож на Мнукова. Ой, тьфу, на Домодедово. Ну, Домодедово он какой-то поинтереснее, помасштабнее. Людей, конечно, уже побольше. Я приехала очень рано, еще людей было мало. Вот так вот. Хочу показать свой чемодан. Такого цвета, и у меня такие же кроссовки. Сегодня одела, думаю, боже, у меня же как раз это... Чемодан подходит под кроссовки. Мне даже этот таксист говорит, а у вас, говорит, кроссовки такого же цвета, как чемодан. В общем, я зря наговорила на аэропорт. Я зашла уже в зону за контролем. И, как бы, здесь, ну, впечатляет, как бы, нормально. Куча разных этих едалин. Ну, дитихи неплохой. Единственное, что, значит, это... Меня спросили... Вернее, перед тем, как я шла на регистрацию рейса, там стоит такой работник авиакомпании. И спрашиваю, когда вы летите. Я говорю, в Израиль. Он говорит, у вас есть распечатанный билет именно в распечатке. Потому что я знаю, что можно являться, в общем-то, и без распечатанного электронного билета. Сейчас у меня даже на регистрацию посмотрели мой паспорт, и, в общем-то, распечатку не попросили. Хотя у меня есть бумажное дело, бумажный листочек с вот этой маршрутной квитанцией. Я говорю, есть, да. Он говорит, ну, все, потому что там обязательно вам будет задавать очень много вопросов в Израиле. И у нас, словно, они не поверят, что у вас есть билет. Обязательно, говорит, вам надо иметь. Я такая говорю, на каком языке будет задавать вопрос на английском? Он говорит, нет, на русском. Ну, вот посмотрим, правда ли он сказал. Сейчас я вам покажу. Вот сзади самолетики. Ой, меня не видно, потому что я против света. И самолетиков чуть-чуть не видно. А, ну, вот летное поле. Сейчас покажу. Тут вот уже, видите, какой этот. Такой вот уже. Это вся зона дьюти-фри. Вот шоколадница, пожалуйста. Можно это было по это покушать. Ну, достаточно большой такой аэропорт. И самое главное, вот посидеть где, в общем-то, и врезать. Так что зря наговорила. В общем-то, ладно. Неплохо. Не буду вредничать. Просто, наверное, очень рано утром. Поэтому я такая была вредная. Ну, все, у меня еще дарится куча временный. Так что я буду это. Так что я буду. Жалко только, что здесь вай-фай очень так себе. А так это. Я бы сейчас поразвлекалась. Посмотрела бы, что девочки и мальчики выложили бы на ютубе. Ну, все. Из аэропорта, наверное, уже больше снимать не буду. В следующем, может быть, посмотрю. В этом самолете снимаю. Ну, все. Всем пока. Это я все еще в аэропорту Внуково. Какое красивое сооружение. В общем, я зря наговорила на этот аэропорт. Тут и вай-фай, оказывается, неплохо работает. Это вот такая фигня, которая крыща поддерживает. Сейчас народ соберется на меня, смотри. Я тут изгаляюсь. А вот это я не поняла. Тут растения. У меня такое чувство. Да. По-моему, это все очень искусственное. Могли бы, кстати, посадить и натуральное. Ну, точно искусственное, если это какой-то не натурель. Трава не натурель. Ну, очень красивый фонтан. Он еще с такой красивой. Видите? Этой подсветкой, которая меняется. Красиво. Ничего не скажешь. Даже детская зона сделана здесь. Правда, чтобы там детей нет. И опять всякие тут магазины бьют и фри. Шоколадница. Знаете, мне кажется, что московские аэропорты в России самые большие. Вот и сколько было в городах. Может, я, конечно, ошибаюсь. Но наши почему-то, знаете, такие масштабные. Масштабные. Может, потому что у нас земли дофига. Поэтому сооружения, в общем, делают такие громадные. Ну, в общем, называется «Русский размер». В общем, решила прокатиться на трава-алатаре. Ну, как-то маме объясняла, что такое трава-алатар. Говорю, это так же, говорю, экскалатор. Только это не лестница. Такая дорога. Сейчас покажу маму. Видишь? Я не знаю, как тебе показать. Это дело. Ну, то есть просто такая лента, которая движется. Можно с покажем, в общем-то, на ней стоять и ехать. У кого тяжело идти, у кого ножки болят. В общем, тут время дофига катаюсь. Сейчас пойду, сяду все-таки тут, увидела мамушку. Сяду, что-нибудь покушаю и позвоню родителям. Скажу, что я в аэропорт уже вылетаю. Они очень всегда за меня проживают.